Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем рассматривать броскую романтичную серию для вашего весеннего образа. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки Арифлейм в сторисах и прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Чтобы создать серию, которая мне полюбится с первого взгляда, компания Арифлейм достаточно было сделать ее просто леденцового оттенка. И я еще когда смотрела в каталоге, я уже влюбилась в эту серию, но когда я взяла эти предметы, аксессуары, украшения в руки, то я стала просто ярой поклонницей. Поэтому в этом видео вы будете смотреть, как я объясняюсь любви новой серии. Серия по-английски называется Ice Candy, то есть это леденец, и она реально леденцовая, она свежая, от нее веет прохладой, юностью. И вот этим вот кайфом весеннего дня. И давайте же начнем рассматривать эту серию с сумки мессенджера. Это сумки-почтальоны, и они очень удобны тем, что у них длинные ремешки, и они достаточно объемные. И в них помещается не только пластиковая карта с телефоном, но и даже большой кошелек, и даже бутылочка воды. Материал этой сумки, ну просто вот я млею, когда держу ее в руках. Он под змеиную кожу, и такого нежного, переливающегося цветами, светлыми, светло-мятными оттенками. У сумки аксессуары, выполненные в серебристом хроме, что тоже мне очень нравится. И, конечно, эта сумка подойдет людям таким юным духом, людям, которые любят casual стиль, которые любят джинсовую одежду, романтичные сарафаны летние. И я вот нашла для себя сумку, которой я на лето заменю свою любимую сумку, которую до сих пор ношу Деним. Вот этот формат кроссбоди, он очень удобен лично для меня, когда я гуляю с ребенком, либо хожу по магазинам с ребенком, либо на кружки. В общем, всегда, когда я с ребенком. Когда у меня большая сумка, объемная, она у меня всегда спадает с плеча, потому что я постоянно нагинаюсь к ребенку, постоянно активность идет, нужно что-то поговорить, обсудить, помочь. А вот эта сумка, она вешается на плечо, либо перекидывается через голову. И у руки свободно, она никуда не соскальзывает. И мне это лично очень удобно. Но сама сумка, она очень проста. И рассматривать ее я даже не вижу особенных каких-то деталей, на которых можно было бы сфокусировать ваше внимание. Единственное, я могу вам сказать, что у нее одна длинная ручка, которая не отстегивается, не регулируется в ней 109 сантиметров. Молния начинается не вверху, а начинается чуть ниже и заканчивается чуть ниже. Благодаря этому сумка становится с более широким входом, и в нее, соответственно, легче класть различные предметы, и легче находить в ней предметы, потому что она более широко открывается. Внутри у сумки подкладка такого же прохладного, свежего, мятного оттенка. Ну, мятный по-разному можно трактовать. Давайте так, мятно-голубого пастельного оттенка. С одной стороны есть большой карман на молнии, что очень подкупает, потому что такие сумки обычно малоформатные. Они не предполагают большого количества карманов. Но здесь мы видим все карманы, которые присутствуют и в большой сумке тоже. И с другой стороны большой карман, но паспорт сюда, наверное, все-таки не войдет, но какие-то мелочи ваши точно войдут. Права ваши войдут, смартфоны войдут, пластиковые карточки можно сюда воткнуть ваши. То есть, с одной стороны два кармана, и с другой карман на молнии. Брендирована сумка логотипа Мари Флэйм. Нежно-нежно, вот такими светло-серебристыми буковками, тисненными. Ну, еле-еле заметно. Внутри брендирования никаких больше нет. Ну, подкладка, естественно, полиэстер, и она такая атласная. Знаете, если бывает под хлопок, да, такая плотная ткань, но она больше на объемных сумках. То здесь очень нежная, мягенькая, такая атласная подкладка. Шикарная весенне-летняя сумка, которая вот прям меня лично будет радовать-радовать. Как вас? Делитесь в комментариях. Размер этой сумочки 21,5 на 16 и на 7,5 сантиметров. Ну, чтобы было нагляднее, давайте, как всегда, положим в эту сумочку каталог. Ну, вы видите, что сумочка меньше, чем каталог, да? Она чуть возвышается над ней. И если мы его свернем, опять же, как девочки меня в комментариях уже научили, вниз вот этим сгибом мы кладем каталог на дно. Очень хорошо помещается. И еще много всего тоже можно уместить в эту сумку. Шар с принтом. Материал плейстер, но выполнен он под шелк. Очень интересный, растительный, я бы даже сказала, природный принт. Я люблю принты, когда в них сочетаются разные цвета, когда они смотрятся гармонично друг с другом. И благодаря тому, что здесь мы видим и синие оттенки, и розовые, и желто-оранжевые, и зеленые, и даже какие-то серо-коричневые, и бежевые. Посмотрите, сколько разных оттенков. И из-за такого обилия оттенков, которые при этом гармонично собраны, вы можете этот шар носить с образом любого этого оттенка. Конечно же, я всегда тоже об этом говорю, лучше всего будет смотреться с однотонным каким-то костюмом. Но, в принципе, экспериментируйте, выбирайте для себя свой образ. И я уверена, что этот шарф будет на каждой девушке смотреться по-своему. И выгодно подчеркивать достоинства каждой девушки, которые есть у вас индивидуальные. Обратите внимание, что принт не целиком, вот как мы обычно привыкли, а по всему периметру есть вот такая черная полоса. Я раньше не помню в таких аксессуарах компании Reflame, чтобы был принт дополнительно по периметру украшен каким-то еще оттенком, каким-то еще узором. Ну, в данном случае такой черной полосой, которая, вот окаймляя вот этот шарфик, делает его еще более контрастным и еще более ярким. Шарф односторонний, очень явно односторонний. Здесь красивая шелковистая роспись. С этой стороны более бледный он. И подвернут по всему периметру и ровненько подшит. Давайте посмотрим ярлычок. Здесь также, как мы уже привыкли, два логотипа Reflame, два ярлычка. Один красивый, который вы оставляете, второй, который можно срезать после того, как вы ознакомитесь со всей информацией. Шарф, ручная стирка, 100% полиэстер, сделан в Китае, разработан в Швеции, 190 на 80 сантиметров. Он электролизуется, прям я слышу, как он искрит. Поэтому имейте в виду, что вам нужно будет пользоваться какими-то антистатическими средствами специальными, чтобы у вас волосы не взлетали. И давайте же посмотрим, как он будет выглядеть на шее. Завязала своим любимым узлом, который я вам уже многократно показывала в различных видео. Вы можете сейчас увидеть, как шарф драпируется. Он очень шелковистый и очень приятен телу. Мне нравится ощущение, которое он мне доставляет. Нравится ли вам этот аксуар, делитесь со мной в комментариях. Также в этой серии есть очень яркие, интересные украшения для оживления вашего образа. Все украшения такого же леденцового оттенка, еще можно назвать этот оттенок оттенок воды. Посмотрите, какой он прохладный и насколько он будет освежать визуально ваш образ. И особенно в жаркую летнюю погоду, это, конечно, будет смотреться очень здорово. Ожерелье на лентах. Я уже говорила свое мнение, что я не очень люблю ожерелье на лентах, потому что для меня они неудобные. Но это всего лишь по той причине, что у меня длинные волосы. Мне не очень удобно их завязывать. Но само ожерелье очень эффектное, оно потрясающе выглядит. Оно выполнено из трех частей. И у компании Reflame уже были такие ожерелья. По-моему, называлось Ариэль. Потому что у меня есть такое ожерелье, и я это знаю. Вот вы видите, одна часть, вот этот треугольник, он скреплен вместе. И две части вот здесь с двух сторон. Ну и сбоку украшены такими бусинами, которые уже переходят в атласную ленту. Как лучше одевать такое ожерелье? Ну, у меня получается одевать только вот таким образом. То есть я его перекидываю назад, завязываю сейчас внизу, и потом поворачиваю. Можно носить на голую шею, в декольте, но в данном случае я сейчас покажу вам, как это будет выглядеть на рубашке. 44 сантиметра длина каждой ленты, ну а общий объем 106 сантиметров. Вот так это ожерелье выглядит на рубашке сверху. Конечно, ожерелье на лентах удобно тем, что вы можете его носить очень низко и даже под горло очень высоко. Камни в этом ожерелье сделаны из акрила, и у него есть одна особенность, что узор на этих камнях нанесен вручную. Поэтому каждое ожерелье уникально. Если вы не хотите такое броское, яркое ожерелье, но хотите остаться в прохладных мятных оттенках, то в этой коллекции есть еще одно ожерелье. И вот украшения, вот эти камушки прохладные, они действительно выполнены под леденцы. У них совершенно неоднородная текстура. Они вот такие шершавые, я уверена, что они будут разные во всех ожерельях. И они прям вот конфетки-конфетки. И они тоже очень свежо выглядят. Сама цепочка под матовое серебро, имитация родионапыления. Цепочка небольшая, 42 сантиметра, и есть еще 6 сантиметров дополнительно. Поэтому это ожерелье, скорее всего, вы будете носить под горло. Ожерелье сделано в виде такой буквы Y английской. И вот эта подвеска внизу, которая имитирует хвостик этой буквы, еще 6 сантиметров. Вот так нежно смотрится это ожерелье на шее. И, конечно, добавит романтизма и прохлады в ваш образ. К этому ожерелью можно добавить еще вот такие элегантные, прохладные серьги-пусеты. Поверхность тоже неоднородная, не просто шершавая, я бы даже сказала, немного колючая. Имитация родионапыления, тоже вот матовое серебро. Мне нравится, когда такой белый матовый металл на украшениях, он тоже довольно элегантно смотрится. Серьги-гвоздики 2 на 0,5 сантиметров. Вот такие нежные, элегантные серьги-пусеты добавят прохлады и женственности в ваш образ. Интересные, игривые аксессуары в свежих оттенках воды сделают ваш образ броским и романтичным. Пусть ваша весна будет нежной и яркой. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Reflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!